Я думаю, что сегодня было два разных тайма в нашем исполнении. К сожалению, вторую половину встречи мы не смогли провести в нужном ритме и нам просто не хватило динамики. Наверное, сказалось усталость футболиста, потому что мы много сил потратили в этих трех матчах. И без нужной динамики в таком ритме, конечно, нам уже было сложно. Хотя первый тайм, я думаю, остался за нами. Второй, Кубань была лучше. Но, наверное, итог справедливый. По итогам двух таймов. Наверное, сказалось непредвиденное травмам капитана Килина, да? Всегда неприятно терять игрока, потому что, мне кажется, он сегодня хороший матч проводил. И сейчас только дополнительное обследование скажет нам, на какой срок он выбыл. Его заменил Дима Царсин, но в конце вы провели обратную замену. Он не вошел в игру. Такое бывает, случается, что игроки иногда не в нужном ритме. И я думаю, что очень сложно было сегодня в матч войти. Потому что там провел практически весь матч во Владимире. Там был не очень простое поле, переход. И, наверное, это как бы сказалось. Но еще раз повторюсь, в основном мы сами просто во втором тайме не смогли поддерживать нужный ритм. Без этого ритма очень сложно как бы давить на соперника, создавать моменты нужные. И пришлось глубже обороняться. Это вопросы подготовки. И, естественно, что ритм можно поддерживать только если ты можешь свежим быть. И, к сожалению, нам это не удалось на протяжении 90 минут сделать. Я думаю, что будет большая ошибка, если мы без уважения отнесемся к сопернику. И без внимания. Поэтому это кубок. Здесь всегда 50 на 50. Всегда драматичные матчи происходят. Поэтому нужно... Когда придет время, мы подумаем об этом матче. Но я думаю, что мы будем очень серьезно готовиться и проявим максимальную концентрацию и уважение к сопернику. Данил Сякуткин уже тренируется в общей группе. По крайней мере, пробует это делать. Когда сможем увидеть его на поле? Мы очень рады, что Данила вернулся. И некоторые упражнения он уже проводит в общей группе. Естественно, что нужно будет несколько тестирований пройти. Как будет работать его нога. Но сейчас у нас будет полноценный цикл. Посмотрим, как он его проведет. И вот надеемся, что очень быстро сможет набрать оптимальную форму. И форму, которая позволит ему помогать команде. Мы провели очень хороший матч. Знали, как будет играть Акрон. Знаем, как это играет этот тренер. Акрон обладает очень хорошими футболистами в центре поля. Контролирует мяч. Мы им позволяли возить мяч около своих ворот. И практически они не создали ни одного голевого момента. За исключением стандартного положения во втором тайме. Мы играли на контратаках в первом тайме, в втором тайме имели преимущество. И даже владение, на мой взгляд, на чужой половине поля. И создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Но, как и в прошедшей игре, на кубок 6 голевых моментов не забили. Сегодня не забили. И один в один. И даже на последние секунды удары там в пустые ворота. И, не знаю, в штангу попали. Поэтому по качеству игра очень хорошая. По доставкам очень, по обороне очень хорошая. Выход из обороны, по доставкам штрафной. Но вот в концовочке немножко не хватает. Последнего паса точного или какого-то последнего удара. А так я поблагодарил команду. Если мы так дальше будем продолжать, прибавлять. Если так будут футболисты выходить на замену, усиливать. То все у нас будет нормально. И еще раз хочу сказать, у нас боеспособный коллектив. И мы движемся так. Ну, как бы не по намеченному плану, но мы движемся вперед. Коснодарские болельщики интересуются. Когда могут выйти на фору Лаука и Лапкарева? Скоро.